Замки и крестовые походы Османской империи, для которой Святая Земля была достаточно далекой провинцией. Интерес к ней в целом и к Нитании, которая в те времена еще не существовала, был минимальным. Какое-то относительно жалкое существование влачили деревушки Кокун и Умхалет, нечасто упоминаемые в хрониках. Деревня Умхалет засветилась на рубеже 18-19 веков в связи с наполеоновскими походами в этих землях, но потом опять исчезла более чем на столетие. При этом жизнь в этих краях не останавливалась ни на минуту. В качестве доказательства этого до наших дней дошли удивительные развалины, которые сохранились рядом с недавно построенным суперсовременным стадионом Нитании. Разговор сейчас идет о масштабных руинах, расположенных с юго-западной стороны стадиона, окруженных забором и табличками, гласящими, что вход на данный объект опасен для жизни. Наше первое знакомство с этими руинами произошло буквально в первые недели после переезда в Нитанию. Тогда мы еще ничего не знали ни про замки, ни про мозаику, и даже ничего не слышали про древнюю Сикамору, а потому руины, находящиеся рядом со стадионом, произвели на нас неизладимое впечатление. Величественность этих развалин говорила о том, что в годы своего расцвета это было что-то действительно большое и грандиозное. Сначала мы, как и многие другие жители Нитании, приняли их за остатки какого-то замка, однако присмотревшись, поняли, что имеем дело с чем-то более поздним. А поскольку на тот момент просто старые объекты были для нас гораздо меньше интересны, чем древние, мы сфотографировали их, что называется, на память, планируя прочитать о них попозже. Но не тут-то было. В отличие от многих памятников Нитании, о руинах, расположенных около стадиона, каких-либо записей найти никак не удавалось. Источники на русском языке сохраняли гробовое молчание. Руины как бы находились вне информационного поля почти всех источников про историю региона. Понимая, что надо отталкиваться хотя бы от чего-то, мы связались с людьми, которые специализируются на истории замков-крестоносцев на земле Израиля, в надежде, что они дадут хотя бы направление поисков. Оказалось, это был верный ход. Такие известные специалисты, как Илья Гринблат и Рам Браун, порекомендовали несколько статей, в которых упоминался загадочный объект. С одной стороны, дело вроде бы стронулось с места, с другой, предложенная ими информация была написана на достаточно сложном высоком эврите, который не по зубам выпускнику Ульпана, и поэтому пришлось привлекать переводчиков. Совместная работа с переводчиками дала хотя бы точку отсчета, с которой начинались дальнейшие поиски. Во-первых, удалось узнать, что этот объект назывался Хурват-Ханум. Во-вторых, немного приоткрылась его история. Он был построен в 19 веке и принадлежал очень влиятельной палестинской семье Ханум, которые были выходцами из города Туль-Карем, или Туль-Карм. В-третьих, в годы расцвета это было гигантское феодальное поместье с акведуком, бассейном и огромными фермерскими полями вокруг. Вроде бы информации было немного, но после того, как стало известно название поместья и имя владельца, уже было от чего отталкиваться. Например, от истории семьи Ханум и их изначального города Туль-Карма. Логично было предположить, что раз семья была такая влиятельная, значит где-то и как-то они должны были засветиться еще в свою эпоху. И это было правильным предположением. Как оказалось, семье Ханум принадлежало не только поместье около нынешнего стадиона, но и еще один из разбросанных по всему региону. До настоящего времени в виде руин дожило семь или восемь, среди которых Хурват-Ханум можно назвать самой сохранившейся. В лучшие времена поместье было окружено садом и эвкалиптовым лесом, который был необходим для осушения болот, расположенных вокруг него. Само оно было построено в лучших традициях османской архитектуры. Помимо уже упомянутых ведука и бассейна, оно включало в себя красивые арочные перекрытия, огромные жилые помещения, лестничные переходы и колодец, вокруг которого и строилась вся жизнь. Если пробраться внутрь поместья через забор, что, конечно, категорически запрещено, глазам открывается удивительное зрелище. Хурват-Ханум был действительно огромным поместьем, чего стоит только этот бассейн. Сохранившиеся стены показывают, насколько добросовестно и крепко поместье было построено. Строители явно знали свое дело и строили, что называется, на века. Однако судьба распорядилась иначе. История этого места закончилась в 1948 году. Сразу после провозглашения государства Израиль разразилась война за независимость, в которой молодое еврейское государство воевало со всем арабским миром. Война за независимость Израиля была, пожалуй, самой неоднозначной из известных нам войн. В отличие от других войн, которые вел Израиль, его первая война была самой медленной и вялотекущей. Арабы, которые были совершенно не согласны с образованием Израиля, явно недооценили возможности евреев, которые воевали на исключительном душевном и духовном подъеме. Первоначально в регионе было так мало потомков Моисея, что раздавить и бросить в море молодое государство, казалось, будет легче, чем обидеть ребенка. А потому арабы, уверенные в своей победе, вели себя с евреями, как кошка с мышкой, часто действуя абсолютно рассогласованно. В то же время евреи, которых действительно было очень мало, полагались на прибывающих со всего мира репатриантов. Последние нередко прямо с пароходов уходили в бой. Готовность отстаивать свою историческую родину даже ценой жизни сильно отличала евреев в этой войне. Для самого государства было до конца непонятно, кто в войне друг, а кто враг. Честные бои перемежались с откровенными терактами. Одни арабы, проживавшие на территории Израиля, смогли договориться и остаться. Другие же предпочли подкинуть свои дома и не вступать в переговоры с евреями. Среди вторых были и представители семейства Ханун, которые предпочли вернуться в родной город Тулькарм, бросив шикарное место на произвол судьбы. Само поместье во время войны использовалось как оборонительное укрепление, а потому сильно пострадало. Длительное время стены здания зарастали травой и деревьями, колодец и акведук перестали функционировать, а само место потихоньку разрушалось и разваливалось. Так продолжалось до тех пор, пока муниципалитет Нетании не решил построить домашний стадион для футбольной команды Макаби. Выбранное для него место не просто соседствовало с руинами Хурват-Ханун, можно сказать, оно находилось в опасной близости для поместья. Существовала вероятность разрушения при возведении стадиона, а потому всерьез возник вопрос о целесообразности сохранения этого красивого памятника. Взвесив все за и против, было решено сберечь объект для потомков. Более того, были проведены специальные мероприятия по облагораживанию заброшенной усадьбы. Была установлена подсветка стен снаружи и изнутри, отчего руины стали выглядеть завораживающе, особенно в темное время суток. Где-то далеко в планах муниципалитета, говорят, есть идея укрепить стены здания и допустить до него всех желающих, превратив Хурват-Ханун в туристический объект. А пока этот роскошный пример после неосманского периода истории Израиля стоит рядом с суперсовременным стадионом, составляя ему контрастную пару. Субтитры создавал DimaTorzok